Добрый день всем! Канал Кубачи Official, кубачинское серебро. Продолжаем знакомить вас с произведениями искусства кубачинских мастеров. Сегодня в обзоре у нас серебряные бокалы, серия называется лилия. Давайте рассмотрим их поближе. Значит примерный вес одного бокала 140 грамм, высота 18 сантиметров, диаметр 6 сантиметров, объем 180 миллилитров. 875 проба серебра, серия называется лилия. Изнутри полностью гладкий отполированный бокал, немножко у нас экранирует, подсветка чуть желтоватая, в магазине вот видно подсветка желтоватая и поэтому у нас кажется, что здесь позолота. Внутри нет, все белоснежное, просто немножко отсвечивает желтая подсветка. Значит у него интересная очень форма у бокала, он идет как вот, как цветок такой вот, почему у него и название такое. Очень интересная форма, он идет в основании, немножко расширяется, потом сужается и опять расширяется, такой как колокольчик. Верхняя часть немножко у него расширяется, здесь все завальцовано. Далее идет вот такой вот красивый растительный очень сложный орнамент с элементами горячей черни. По всей окружности очень сложный по своему исполнению рисунок, очень мелкая работа. Вот эти вот лепестки тоже с элементами чернения мастер вырезает, засыпает в них порошок, горячая чернь. Значит нагревает до 800 градусов, он растекается, заполняет нужные ему места, образуя на контрасте вот такой рисунок. По структуре становится крепким, как камень такая чернь, и в принципе можно мыть, полировать, ничего не будет с ней, она не сойдет, за это можете не переживать, поэтому очень надежно, на чернение у нас бессрочная гарантия. Нижняя часть тоже вот такой интересный рисунок. Ну и ножка, посмотрите какая изящная ножка, тоже она вот такая вот с утолщением, к центру она значит становится такая тонкая изящная, далее она опять утолщается. Нижняя часть гладкая, ровная и довольно таки широкая для устойчивости этого бокала. Низ гладкий. Очень красивая форма, поэтому и такое название у него схожее с цветком лилия. Значит используются в основном эти бокалы для вина. После каждого использования можно мыть теми же сертифицированными моющими средствами, такими как фейри, амвеевскими средствами, можно хозяйственным мылом на мягкую губку, до пенки натерли, смыли под теплой проточной водой, вытерли сухим полотенцем. Всегда будет у вас вот такой красивый вид. Если же вы хотите такой вот магазинный блеск, то нужно приобретать отдельно пасты для полировки. Они в большом сейчас ассортименте представлены в разных магазинах, в том числе ювелирных. Даже в автомобильных магазинах есть пасты для полировки металла, очень хорошо они подходят. Значит к бокалам идут у нас соответственно коробочки. Вот есть например коробка на один бокал, бархатная подарочная. Также у нас появились вот такие из красного бархата. Такой вот он бордовый бархат, очень кстати интересно смотрится, кому-то может нравиться вот такой цвет и внутри и снаружи бордовый бархат. Ну и как говорится венец творения, это набор вот такой на шесть бокалов. Такая коробка в виде чемоданчика, в котором все это помещается, вы закрываете и берете его как чемоданчик, приносите, как подарок дарите и уже юбиляр, кому вы подарили, открывает и наслаждается всей этой красотой, которую ему подарили, которая переходит по наследству из поколения в поколение. Серебро из моды не выходит, биться такая посуда не бьется, с годами становится только ценнее. Вот такой вот у нас был сегодня обзор, на этом мы с вами прощаемся. Подробная информация на все изделия у нас на сайте, ссылка на сайт под видео в описании. Заходите, нажимаете на фотографию, открывается карточка товара, цены, характеристики, вся информация. Подписывайтесь на наш youtube канал, очень много интересной продукции у нас предстоит в обзоре, будем обо всем вам подробно рассказывать. На этом прощаемся, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова